Проблема аварийных домов в Каспийске в последнее время стала достаточно острой и приобрела широкий масштаб. Периодически в лентах популярных пабликов несколько дней активно обсуждается проблема каспийчан, которые живут поистине в нечеловеческих условиях десятки лет. Понимая всю серьезность ситуации, администрация муниципалитета предлагает все усилия и старается как можно скорее разрешить ситуацию положительным образом для переселенцев. Одна из основных тем обсуждения граждан заключается в том, что якобы по виду разрешенному использованию земельных участков аварийных общежитий идет как многоэтажная жилая застройка. По словам представителей администрации Каспийска, эти участки были сформированы давно, еще в начале 2000-х годов. Но тогда правила землепользования застройки городского округа не были еще приняты. Их утвердили лишь в 2016 году. С этого времени эти земельные участки идут в зоне среднеэтажной застройки. Сегодня граждане жалуются на то, что якобы у них забирают или забрали, кому-то предоставили. Но это неправильная информация. Они никому не переданы. Они на сегодняшний день являются собственностью этих же граждан. Дело в том, что для того, чтобы изъять у них, должно быть согласие, во-первых, у самих граждан, собственников этого жилья. Сегодня она общая долевая собственность всех граждан, всех собственников, которые проживают в этих домах. Другой вопрос – переселение, о котором идут многочисленные споры не только среди самих жильцов общежитий, но и других неравнодушных пользователях. Руководство администрации города и профильных ведомств ведут постоянные переговоры с переселенцами, дабы как можно скорее разрешить ситуацию в положительном ключе для граждан, действуя в рамках закона. От граждан поступило предложение построить новый дом на этом же месте. На самом деле не отказывают. На самом деле мы говорим о том, что вот какая проблема у нас. Большинство этих комнат, они размером 12, 18, 10 квадратных метров. При строительстве мы должны выдать от 28 до 35 квадратных метров. Соответственно, на этом же месте построить нужно не аналогичный дом, а в три раза больше. Вот построить в три раза больше дом, там нет возможности. И на сегодняшний момент мы как раз и прорабатываем вопросы по каждому земельному участку. Переселение граждан состоит из нескольких этапов. Первое – это признание дома аварийным и подлежащим сносом. После этого выдается требование жителям о сносе этого дома, в котором закону устанавливается разумный срок. Наша стадия на сегодняшний момент – это когда мы разослали требования, рассылаем требования. Возможно, кто-то еще не получил. О сносе многоквартирного дома. Далее. После того, как проходит период времени этот, администрация выпускает постановление об изъятии для муниципальных нужд этого дома. Совместно с этим постановлением администрация заключает соглашение с жителями, в котором прописывается, что будет после того, как этот дом будет изъят для муниципальных нужд. Не буду рассказывать все пути, а основных пути два – это либо денежная компенсация, либо компенсация по предоставлению жилья. Иными словами, администрация города еще никого не планирует никуда выселять, так как обязана действовать в рамках закона. Поэтому предусмотрены следующие этапы переселения из аварийного жилья. Признание дома аварийным, рассылка требований собственникам жилья о сносе жилья в связи с признанием дома аварийным, изъятие земельных участков для муниципальных нужд с выплатой компенсационной стоимости или предоставление равноценного жилого помещения в черте города. Анастасия Колесникова, Асиату Малатова, Гаджи Гаджи. Новости телеканал Среда.